Продолжение следует... Решить проблему поможет перекладка трубы. Необходимо два участка по 16 метров каждый. Этого объема коммуникации достаточно для того, чтобы горячая вода в многоэтажке вернулась к прежним параметрам. Теплоснабжение. На этой ветке у нас висит 5 домов и школа. Отопление в норме. Сейчас здесь полностью на 100%. С начала отопительного сезона ситуация с подачей тепла в квартиры заметно улучшилась. Несмотря на это, ресурсы снабжающей организации не сдают позиции и продолжают работу в полную силу. Ежедневно повреждения на трубах теплоснабжения устраняют до 18 бригад. В случае, если вдруг мы не успеваем в каком-то из адресов заменить участок, мы дома не отключаем. Мы уже начинаем отключать на короткий период для переврезки. В основном это только так. То есть дом продолжает питаться, если даже утечка, с утечкой он работает. В администрации отмечают, сейчас люди относятся к ремонту теплосетей с пониманием, готовы ждать и даже помогать рабочим. Жители подходят, интересуются, спрашивают, участвуют где-то, даже подсказывают, скажем так, что в этом году или в прошлом году здесь была авария, а вот еще посмотрите, пожалуйста, вот здесь участок. Мы, соответственно, реагируем на эти просьбы, смотрим, если подтверждается, берем работу. Кроме того, по ходу удается решать и другие бытовые вопросы. Приехав к дому Начкалова, глава поручил обратить внимание специалистов на территорию у расположенного здесь Совета ветеранов. Дмитрий Волушин отметил, необходимо благоустроить территорию. В городе продолжают контролировать ситуацию с теплоснабжением. До конца отопительного сезона будет работать штаб по вопросам отопления под руководством главы ХИМОК Дмитрия Волошина. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.